В социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко, помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Опубликован скриншот, указывающий на баснословно крупную сумму в швейцарском банке. На скриншоте вы можете видеть состояние счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse по данным на 24 марта 2012 года. Сумма поражает воображение. В пересчете с евро и швейцарских франков она составляет 840 миллионов 467 тысяч долларов. Это около полутора процентов всего ВВП Беларуси и только в одном банковском учреждении, сообщают средства массовой информации. По мнению уехавшего в Польшу белорусского блогера Степана Путила, скрывающегося под псевдонимом Next, информацию удалось проверить на достоверность. Сколько денег находится на счетах семьи сейчас и в качестве различных инвестиций в тех же арабских странах большой вопрос. Впрочем, мы обязательно попробуем узнать и рассказать вам об этом, сказано в публикации. Напомним, 12 июня Александр Лукашенко заявил об изъятии у привлеченных по делу без Газпромбанка, белорусской дочки Газпрома, менеджеров крупной суммы неправедно нажитых денег в размере нескольких тысяч долларов. Лукашенко рассказал, что работали по этому банку и по ним с 2016 года обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность. Активизировались действия после получения информации от иностранных партнеров. Что меня поразило, этот негодяй, иначе не назову, я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там, прокомментировал он высказывание Бабрико, который в пятницу отверг подозрения в нарушениях при работе банка. Выдвижение Бабарико глава государства связал с расследованием, чего полез, потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести, заявил белорусский лидер. Задержание топ-менеджеров Белгоспромбанка, которых стало известно 12 июня, является рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил Виктор Бабарико до мая нынешнего года, 20 лет занимавший пост председателя правления банка. «Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и «Газпромбанка». Это рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры», — заявил Бабарико. 12 мая он объявил о своем решении баллотироваться на пост президента. Выборы пройдут 9 августа. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел. Нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел», — продолжает Бабарико. «Отказываться от участия в президентской кампании Виктор Бабарико не намерен. Я, наверное, не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут эти выборы на действующую власть. Но я готов был к, назовем так, провокационным действиям», — говорит он. «По словам Бабарико, в его штабе подготовлены различные сценарии. У нас на сегодня все готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. До 19 июня инициативные группы должны сдать минимум 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатов». Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.